здравствуйте я врач эндохринолог павлова ольга михайловна сегодня мы поговорим про сахар крови часто пациенты приходят на прием и спрашивают доктор у меня сахар 11 12 миллимоль и я себя прекрасно чувствую то есть меня ничего не беспокоит ни сухости во рту не жажды не слабости может быть мне не надо снижать сахар у меня же все хорошо и это вопрос очень частый почему возникает такой вопрос потому что да когда мы пишем консультативный лист пациенту мы пишем цели по сахару и цели по сахару для большинства пациентов с диабетом по стандартам российской федерации это до 10 миллимоль на литр и человек видит что им врач то написал что нужно держать сахар от 5 до 10 а у человека сахар 11 12 человек себя хорошо чувствует и думает а надо ли мне его снижать или не надо а я же себя хорошо чувствую и вот этот вопрос он очень важен почему потому что если мы говорим про наши сосуды сосуды почек сосуды ног сосуды глаз сосуды зрения то эндотелий сосудов внутренняя выстилка сосудов до мягкая нежная оболочка она не любит высокий сахар то есть сахар выше 9 миллимоль он уже нам не комфортен сахар 10 миллимоль на литр начинает повреждать эндотелий внутреннюю выстилку сосудов физически мы это не чувствуем то есть это а симптомно на поврежденные эндотелий сосудов у нас оседает холестерин мы этого тоже не чувствуем холестерин закрывает дефекты сосудистой стенки с течением времени оседает 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 холестерин просвет сосудов закупоривается если это сосуды сердца инфаркт если это сосуды головного мозга инсульт либо внезапная смерть почему это опасно это потому что мы этого не чувствуем то есть повреждение эндотелий внутренней выстилки сосудов мы не ощущаем как на поврежденные эндотелий оседает холестерин возникают бляшки холестериновые сосуды шеи коронарные артерии сердца мы не ощущаем мы ощущаем симптомы тогда когда уже поздно если мы говорим про нашу нервную систему нервные стволы они ведь тоже повреждаются высоким сахаром сахар выше 10 повреждает оболочки нервов миелиновые оболочки он повреждает их постепенно и нарушается проведение импульса по нервам а потом через 35 лет высоких сахаров у нас почему-то ноги не имеют у нас почему-то судороги в ногах ночное время чувствительность меньше а мы не задумываемся что до этого у нас несколько лет периодически поднимался сахар ну где-то увидели 11 но мы же вы не чувствуем ну и ладно ну где-то 13 мы это можем не чувствовать но миелиновые оболочки нервов повреждаются эндотелий сосудов повреждаются и самое страшное в том что это скрыто многие пациенты с диабетом приходят к врачу тогда когда сахара 1517 то есть когда стаж этого скрытого диабета уже несколько лет и на первом приеме мы часто ставим не только диагноз сахарный диабет 2 типа это особенно 2 типа касается потому что первый тип у деток он быстро развивается и у них до осложнений уже какой-то стаж диабета под наблюдением если там хороший врач он говорит держи сахара держи сахара то осложнения будут а взрослый человек со вторым типом диабет он уходит он полно плохо себя чувствует ему говорят возраст в таком возрасте у всех сосуды плохие там сердце болит так далее и ходит та женщина в 50 60 лет еще относительно молодая женщина слабость сонливость но она не понимает она думает но возраст приходит человек к врачу да такая пациентка мы смотрим сахара сахар там 14 15 и мы смотрим а уже осложнение диабета то есть вот эти вот несколько лет пока женщина не обращалась к врачу у нее скачки сахара повреждали эндотелий сосудов сосуды почек пострадали сосуды ног пострадали сосуды глаз пострадали она видеть стало хуже и пострадали оболочка нервов соответственно нервная система тоже пострадала и приходит женщина уже горит ноги не имеют там судороги в ногах пошли на на нейромиографию к неврологу видим все уже диабетическое поле нейропатия периферическая то есть сахара высокие они опасны не тем что мы их чувствую а тем что они нам повреждают сосуды и нервы и ведут к развитию осложнений диабета к скрытому развитию осложнений почему когда пациент приходит на прием мы обязательно просим анализы не только анализ крови мы всегда просим у пациента с диабетом общий анализ мочи и микро альбуминурию то есть мелкий белок альбумин в моче почему потому что когда сахар повышается выше 10 десятка почечный порог сахар выше 10 повреждает сосуды почек и сахар идет в мочу в норме сахара в моче нет если сахар при диабете в моче без приема препаратов которые выгоняют сахар в мочу да просто у тех который таблетки не пьет соответственно это говорит то что сосуды почек повредились сахар был высокий повреждал сосуды почек приходит человек сахар в крови 13 сахар в моче 3 плюс она все понятно высокий сахар повреждает сосуды почек сахар идет в мочу не только сахар в моче опасен а еще и в матче мы можем увидеть белок почему потому что когда сосуды почек повреждаются высокими сахарами фильтр плохо работает в норме белка в моче нет сначала проскальзывает мелкий берок микроальбуминурия мало большими буквами анализ называется мы его просим у пациентов мау сдали не сдали не сдали не сдавайте приносите потому что если мы видим что микроальбумин высокий значит уже начальная стадия нефропатии повреждения почек высоким сахаром есть а если микроальбумин высокий еще и белок в моче то есть крупные белки значит уже большой стаж повреждения сосудов почек и это может давать не только диабет того могут давать и заболевания почек но смысл один почки работают плохо почки это орган который нам держит водный обмен который выводит токсины которые выводят многие лекарственные препараты поэтому если мы говорим про сахар именно про сахар с точки зрения долгосрочной перспективы то есть сохранение своего здоровья чтобы не прийти к осложнениям через два три пять лет целевые сахара идеальные для наших сосудов и нервов 5-6 до 7 натощак 7-8 до 9 после еды если в течение суток у нас все сахара и до и после еды в пределах 9 миллимоль на литр то у нас низкий риск развития осложнений диабета даже если у нас стаж диабета 10 20 30 лет но у нас всегда хорошие сахара мы адекватно питаемся у нас адекватные нагрузки то мы можем совершенно спокойно жить без осложнений со своими здоровыми ногами со своими здоровыми почками со своим здоровым зрением а то что касается скорости нас наступления осложнений диабета многие спрашивают а когда у меня перестанут работать почки мы должны понимать что есть понятие генетика есть понятие здоровья и компенсаторный резерв это знаете как эксперименты проводят с лабораторными животными например вот живет в лаборатории крысы ее кормят одним сахаром живет там 100 крыс у одной разовьется диабет через год у другой через три месяца у 4 через два года и это у всех живых существ так у нас разные компенсаторные резервы кто-то живет с сахаром 13 5 лет и у него только начинаются осложнения а у кого-то с сахаром 13 через два года уже поражены сосуды ног и почек то есть это индивидуально но что важно понять что чем искать свои границы компенсаторных возможностей то есть когда же у меня разовьются осложнения потом уже поздно будет лучше их не допускать то есть для того чтобы свой диабет держать под контролем диета терапия нагрузки и обязательно контроль сахара и для долгосрочной перспективы красная линия это сахар 10 именно поэтому в консультативном листе мы пишем сахара до 10 до и после еды если вы можете держать сахар до 9 то вы большой молодец и у вас тогда минимальные риски развития осложнений больше информации о правильном питании и о контроле диабета вы узнаете на сайте ольга павлова рф будьте здоровы и до новых встреч